Память Память – основа нравственности. Беречь память – это наш нравственный долг перед самим собой и потомками. Память – это наше богатство, сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Что останется после нас? Что передадим своим потомкам? Конечно, истории, традиции, но еще и предметы, которым могут многое рассказать об истории семьи. Охранить семейные реликвии – это замечательная традиция. Реликвия нашей семьи – это Кортик. Кортик моего прадедушки – Уртаева Аркадия Харитоновича, уроженца Северной Осетии, село Дарккох, который родился 25 декабря 1919 года. Однажды летом 1935 года мимо села проезжал офицер, остановился возле дома и попросил моего прадеда напиться воды, после чего спросил, сколько тот уже закончил классов. Прадед ответил, что уже закончил 9 классов. Офицер сказал, что недалеко отсюда открылось пехотное кавказское училище, в которое принимаюсь 9 класса. Так началась военная карьера у моего прадеда. В 1941 году он закончил военное училище, и его направили в военный прибалтийский округ. 22 июня 1941 года он прибыл на вокзал со своим товарищем Василием Маргеловым. И ухудивила необычная суета на вокзале, и когда они прибыли в комендатуру, они выяснили, что началась война. Воевал мой дедушка на Кавказском фронте, служил во фронтовой разведке. К сожалению, мы с дедушкой не смогли выяснить, в какие именно задания выполнял мой прадед в тылу врага, но мы смогли выяснить, что он участвовал в данных операциях. Во время выполнения о новой задании в тылу врага он был тяжело ранен и направлен в военное училище для передачи боевого опыта товарищам и был накражден орденом Красной Звезды. После войны он не бросил военную карьеру. В 1950 году поступил в военную академию имени Фрунзе, которую окончил в 1954 году. Даже после академии и после войны мой прадед участвовал в военных кампаниях, таких как подавление контрреволюционного путча в Венгрии, оказание интернациональной помощи в Чехословакии, был военным советником в Египте, а также участвовал в ликвидации последствий советско-китайского конфликта на острове Даманский. В 1957 году в связи с введением новой формы одежды из формы офицеров убрали шашки и добавили кортик. Этот кортик позже перешел к моему дедушке в честь получения вторым офицерского звания лейтенанта. Аркадий Харитонович многие годы преподавал на высших офицерских курсах выстрел. Его знали и уважали офицеры не только Советского Союза, но и офицеры многих с содружественных нам стран. В последние годы своей жизни работал главной военной инспекцией Министерства обороны СССР. Умер в 1992 году. Похоронен на Троекурском кладбище. После прадедушки у нас сохранились его боевые награды, благодарности, грамоты, его форма, шашки и сабли и, конечно же, кортик. И я точно знаю, что через несколько лет этот кортик перейдет ко мне. Я буду продолжать военную династию нашей семьи. Мой дедушка очень часто повторял слова своего отца. Ты знаешь, так хочется жить. Жить, чтобы любить тех, кто живет с тобой рядом. И мы живем, пока есть память. И пускай сегодня прошлое не в моде, я скажу по-староводному сейчас. Мы уходим, мы уходим, мы уходим. Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас. Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас. Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас.